Глубокоуважаемый президент, глубокоуважаемые коллеги, сегодняшний наш доклад будет посвящен крайне редкой и очень интересной патологии. Это цинозно-клеточная карциномия слюных желез. Ну, хотелось бы напомнить, что опухоли слюных желез занимают всего лишь 4% в структуре опухоли головы и шеи. Ежегодно регистрируется 7-11 случаев на миллион. Также всем известно, что чаще всего поражается колошенная слюная железа, и на долю злокачественных приходится лишь 20%, в то время как при поражении подъязычной слюной железы 95% – это злокачественные опухоли. И промежуточное значение занимает подчелюстная слюная железа. Что же относится к факторам риска, то это ионизирующая радиация, конечно же, радиоиодтерапия, курение рак молочной железы, а также лучевая терапия на область шеи в анамнезе. Что касаемо классификации, то гистологическая классификация имеет особый статус, обусловлено это сложной гистопатологией, и опухоли слюных желез демонстрируют довольно широкий спектр микроскопических проявлений. Первая классификация датируется 1972 годом, и как видно на слайде, в группу карцином было отнесено лишь 4 варианта. Последующие пересмотры были спустя 19, 14, 12 лет. И также обращать на себя внимание, что в настоящей классификации в группу карцином уже отнесено 15 вариантов, что в 4 раза выше, нежели в первой. Ну, это всем известные, наиболее часто используемые слайды, рекомендации НССЕЙН. На первом этапе выполняется хирургическое лечение, и в зависимости от гистологического варианта решается вопрос о подъемной терапии. При наличии регионарных метастазов тактика понятна, и выполняется шейная диссекция. А вот при символе Н0, при опухолях высокозлокачественных, показано выполнение превентивной лимфодиссекции вне зависимости от символа Т. В то время как при символе, соответствующей Т3, Т4, также показано выполнение профилактической лимфодиссекции вне зависимости от морфологии. Что же влияет на прогноз? Существуют существенные признаки, это гистологический тип, размер опухоли, локальная инвазия, перенавральная инвазия и, конечно же, радикальность хирургического вмешательства. К дополнительным это наличие регионарных метастазов, паралич лицевого нерва, боль. И что же нового и многообещающего, это, конечно же, рецепторный статус, что позволяет нам улучшить показатели выживаемости. Что касается молекулярных аспектов, то на сегодняшний день наиболее изучены это является мукоэпидермоидный рак, аденокистозный рак и, недавно введенный в гистологическую классификацию, это аналог секреторной карциномы. При выделении определенных транслокаций при мукоэпидермоидном раке в 19-й хромосоме, говорит о благоприятном прогнозе, в то время как при выявлении транслокации в 6-м и 9-м гене при аденокистозном раке указывает на плохой прогноз. Кратко бы хотелось бы остановиться о наиболее частых встречаемых опухолях. Это первая аденокистозная карцинома. В 2018 году был представлен один из самых больших анализов в литературе, где был произведен анализ около 500 пациентов. За 26 лет материал был собран из 9 крупнейших центров мира. Чаще всего поражают 54% это малые слюнные железы, бочелюстная слюнная железа поражается в 40% случаев и 16% положается околоушная железа. Существует три варианта. Это крикброзный, тубулярный и солидный. Хотелось бы обратить внимание, что региональные метастазы зависят от локализации первичной опухоли. Так, при поражении подъязычной и подчелюстной слюнной железы региональный метастаз диагностируется в 25% случаев, в то время как при поражении колошной слюной железы этот показатель в два раза ниже. Также обращать на себя внимание, что вне зависимости от локализации, если это вызолокачественный вариант, региональный метастаз достигает 57%. Очень интересный статус при аденокистозном карциноме. Это уровень ЦКИТ определяется до 94%, уровень ИГФР до 82%. Касаемо выживаемости, при первой стадии 10-летняя довольно-таки высокая, составляет 94%. При второй стадии этот показатель снижается в два раза. При третьей стадии составляет лишь 18%. Также хотелось бы отметить, что при метастазитическом поражении легких медиана выживаемости составляет 32 месяца, в то время как при поражении других органов этот показатель сокращается в три раза. Вторая по частоте – это мукоэпидермоидная карцинома, преимущественно поражает околоушную слюную железу. На втором месте стоит 13% подчелюстная и 3% подъязычная. 50% опухоли малых слюных желез, по данным некоторых авторов, составляет мукоэпидермоидная карцинома. Региональные метастазы зависят от грейда. При грейд 1 составляет лишь 3%, при грейд 2 – 8%, и вот при грейд 3 показатель составляет в 10 раз выше, нежели грейд 1. Соответственно, и выживаемость зависит от грейд. При грейд 1 и грейд 2 показатель в принципе сопоставимый, составляет 97%, при грейд 3 – это 67%. Также следующий вариант – это протоковая аденокарцинома, для которой характерен тоже интересный рецепторный статус. Так, например, андрогеновый рецептор при этой опухоли определяется в 70-100%, до 60% определяется экспрессия HER2-нео, и C-кит до 44%. Довольно высокая частота рецидивирования варьирует она от 13% до 48%, и для этого же варианта опухоли крайне высокий индекс как регионарного и отдаленного метастазирования, и достигает он 65%. Соответственно, выживаемость в этой группе больных не превышает 40%. Следующая морфологическая форма – это криверозная аденокарцинома языка. Данный слайд был заимствован у известной скаловой, возникает исключительно в корне языка, напоминает рак щитовидной железы, отличает лишь отсутствие тиреоглобулина. Довольно высокая частота рецидивирования достигает 33%, при этом регионарные метастазы не превышают 15%. Несмотря на такую высокую частоту рецидивирования, выживаемость в группе больных очень высокая, составляет 98%. Также недавно введенная в последнюю гистологическую классификацию новый вариант – это аналог секреторной карциномы молочной железы. Ранее эта опухоль была отнесена, чаще всего трактовалась как ацинозно-клеточная карцинома. Частота встречаемости данной опухоль составляет лишь 0,3% от всех опухолей слюны. Рецидивы при хайгрейд составляют 100%, при этом регионарные метастазы в группе 17%, и у третьих больных при наличии хайгрейд 33% – это отдаленные метастазы. К прогностическим факторам относится уровень КИ-67 свыше 10, третьих больных имеет инвазивный рост, и к прогностическим также относятся регионарные метастазы. К сожалению, выявить, с учетом недавнего введения этой гистологической формы, нет никаких результатов по выживанию данной группы. Но этот слайд представлен больше, наверное, для хирургов, это в зависимости от рецепторного статуса назначается лечение. Что касаемо ацинозно-клеточной карциномы, на слайде представлено количество наблюдений различных авторов в различные периоды, и, как видно на слайде, количество наблюдений немногочисленное, а в ряде случаев единичное. Нам удалось, мы обладаем уникальным материалом, нам удалось проанализировать аж 46 случаев ацинозно-клеточной карциномы. Анализ представляет, наше исследование представляет анализ 46 пациентов. Чаще всего 60% это больные первичные, 40% обратившиеся по поводу рецидивов, 87% это поражение колоушной слюной железы. Нам удалось также проанализировать 6 случаев ацинозно-клеточной карциномы с поражением малых слюных желез. Хотелось бы отметить, что в литературе в течение длительного времени отсутствовали данные, были противоречивые данные относительно возможности поражения данных гистологическим вариантом малых слюных желез. Однако нам удалось подтвердить возможность. В исследовании чаще всего диагностировалось у женщин в соотношении 1 к 7. Женщины болеют в пятом десятке, мужчины на четвертом. Распределение по стадиям. Чаще всего это была первая стадия заболевания первичных пациентов. Обращать на себя внимание, что свыше 25 четверти больных имели довольно-таки третью-четвертую стадию, несмотря на визуальную локализацию. И также пациенты, обратившиеся к нам по поводу рецидива, были распределены по размеру. Также свыше 40% больных, размер более 4 сантиметра. С учетом того, что клиническая картина не специфична, основным методом диагностики является статологическое исследование пунктата. Нами был проведен пересмотр, ретроспективный анализ статологических заключений. И нами было выявлено, что диагноз оценозно-клеточная опухоль звучала лишь однозначно у 19% больных. В 36 случаях диагноз звучал как злокачественная опухоль, в 20% случаев как доброкачественная. Дифференциальную диагностику проводили с мукоэпидермоидной карциномой, плеамортной аденомой и аденолимфомой. С учетом накопленного опыта и сегодняшних знаний о морфологии слюнных желез, мы пересмотрели все цитологические препараты, и нами были выявлены определенные особенности, которые характерны исключительно для оценозно-клеточной карциномы. Также нам удалось, мы распределили пациентов на три группы в зависимости от цитологической картины. Умеренно это хорошо дифференцированные, где признаки злокачественности не выражены, практически плохо отличимы от пролифицилирующего эпителия слюной железы. Вторая группа – это умеренно дифференцированные. Отмечается наличие слезеобразующих клеток. И третья группа, где четко видны признаки злокачественности, и чаще всего в этой группе ответ звучал как злокачественная опухоль. Это касаемо нашего материала. Первичные пациенты одинаково часто было использовано комбинированное хирургическое лечение. При рецидивах выполнялось чаще всего до 70% комбинированное лечение. Операции на первичном очаге чаще 56-57% – это субтотальная резекция. 23 пациентам была выполнена паротидоктомия. Касаемо операции на региональных лимфоузлах, то при первичных процессах лимфодисекция выполнялась 22% больных. При рецидивах у 70% больных выполнялись диссекции. Касаемо вариантов гистологических, нам выделили солидный, одинаково часто был как солидно-лобулярный и солидно-микрокистозный. Чаще всего был просто солидный. Наименьшее количество – это микрокистозный. Очень интересным является вопрос метастазирования. Регионарные метастазирования на всю группу составили около 20%. При первичных опухолях показатель не превышал 15%, в то время как при рецидивах заболеваний этот показатель увеличивался и составлял 30%. Гематогенные метастазы были нами диагностированы в 4% случаев. Также нам удалось выявить некоторую корреляцию между размером первичной опухоли и частотой регионарного метастазирования. Однако с учетом небольшого количества пациентов мы не получили статистически значимых различий. Касаемо рецидивирования. Рецидивирование было диагностировано у нас у 33% больных. Количество рецидивов барьировало от 1 до 8. Чаще всего был диагностирован один рецидив. Нами не было выявлено влияние размера первичной опухоли на частоту рецидивирования. Но нами была выявлена особенность, что пациентов, которые оперировались не в онкологических учреждениях, время до прогрессирования в 2 раза было меньше, нежели у пациентов, оперированных в специализированных учреждениях. Касаемо результатов лечения, то это самое главное, общая 5-летняя выживаемость составила 100%, 10-летние 55%. При первой стадии, на стадии представлены медианно-безрецидивной выживаемости, отмечается, что при третьей стадии показатель несколько выше, однако это обусловлено с небольшим количеством наблюдений, и 3 пациента наблюдали в течение менее 5 лет, соответственно, показатели не достигли статистической значимости. Нами было сравнено при первой стадии результаты комбинированного и хирургического лечения. И нами не было медианно-безрецидивной выживаемости при хирургическом лечении составляло 10 лет, при комбинированном 11 лет. При второй стадии заболевания нами были получены статистические значимые отличия, что в группе пациентов с комбинированным лечением медиана составила 10 лет, это как при первой стадии при хирургии, а при хирургическом составила лишь 2 года. Результаты статистически достоверны. Также мы исследовали показатели выживаемости в зависимости от морфологического варианта. Наиболее благоприятным это оказался микрокистозный вариант, наиболее неблагоприятный это солидный микрокистозный. Касаемо рецидивов, нами было выявлено, что при наличии рецидивов выполнение хирургического лечения или же комбинированного лечения показало, что результаты одинаковы. Соответственно, при наличии рецидива заболевания нет необходимости назначения одевантной лечевой терапии. И касаемо малых слюных желез, выживаемость в этой группе составила 80%, что не отличалось от больших слюных желез. Ну и все. Спасибо. Спасибо большое за этот доклад. Кто хотел задать вопросы по этой редкой патологии? При рецидивах системную терапию применяли ли системную терапию? Нет, частью больным выполнялось хирургическое лечение, частью больным комбинированное. Это в одевантном режиме лучевая терапия. Системная химиотерапия не проводилась. Продолжение следует...